Мир вам, братья и сестры! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Божья защита. Насколько она сильна для тебя в наше современное время? Бог говорит, что ничто, никто, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни другие небесные правители, ни уже существующие, ни то, что будет существовать в этом мире, не может нас отделить от любви Божьей, которая приходит к нам через Иисуса Христа. Потому что сам Бог за нас. Я хочу поделиться с вами, друзья, этим, слушая то, что говорит апостол Павел в «Послании к Римлянам», 8 глава, стихи 33-36. Кто обвинит избранных Богом, если Бог оправдывает? Кто может осудить? Христос Иисус, который умер и который воскрес из мертвых, сейчас находится по правую руку Бога и ходатайствует за нас. Что может отлучить нас от любви Христа? Скорбь или трудности? Преследование или голод? Нагота или угроза казни? Написано, за тебя нас убивают каждый день и смотрят на нас, как овец перед бойней. «Послание к Римлянам», 8 глава, 33-36 стих. Бог за нас. В Библии, особенно в Ветхом Завете, много написано, что Бог может быть против людей, против пророков, царей и даже против целых народов. Почитайте, это очень интересно. Но что скажем про себя? Бог – Создатель. Не против меня ли? Это хороший вопрос. И на него можно получить ответ. Молитесь, друзья мои. Против кого вы сами узнаете? Я буду говорить, за кого он. В послании к Римлянам, 8 глава, стих 31 написано, что же нам сказать об этом, если Бог за нас, кто против нас? Очень важно это понимать, друзья, и даже не верить, а знать, что Бог за тебя. Но что говорит апостол Павел? Почему он это сказал? В этой главе, в предыдущих стихах, написано про то, что Дух Святой делает для нас. Он освободил нас от закона греха и смерти и ведет нас в закон Духа жизни. Дух Святой присутствует в нас. А, друзья мои, и это тоже бывает очень трудно. Так? Дух Божий нас освящает, ведет, свидетельствует, и еще в конце времен воскресит со всеми детьми Божьими и освободит во всей полноте. В этой главе написано, насколько велико и величественно действие Духа Святого в нас и для нас, насколько сильно величественно Его присутствие в нас. Сам Иисус Христос сейчас находится по правую руку Бога и ходатайствует за нас, за вас, друзья. Говоря эти слова про Духа Святого Павел, сам в Духе сказал, сам Бог за нас, кто против нас? Дух Святой – третья личность Бога. Когда мы искренне пришли к Богу в молитве покаяния через веру в Иисуса Христа и то, что Он сделал для нас, Бог нас оправдывает в Своих глазах и исполняет нас Духом Своим, как и апостола Павла в книге Деяний, 9 глава, стих 17. «Анания пошел, вошел в тот дом, возложил на Савла руки и сказал, брат Савл, Господь Иисус, который явился тебе на твоем пути сюда, послал меня к тебе, чтобы ты опять мог видеть и был исполнен Святым Духом». Это послание, это книга Деяния, 9 глава, 17 стих. «Бог исполнил нас Духом Своим». В Евангелии от Иоанна 14 глава написано, «Если вы любите Меня, то будете исполнять Мои заповеди. Я попрошу Отца, и Он даст вам другого утешителя, который будет с вами всегда». Евангелие от Иоанна 14 глава, 15-16 стих. Друзья, сейчас с нами и в нас Дух Святой. Просто вдумайтесь, сам Бог, Дух Святой, находится с нами и в нас. Я понимаю, что можно подумать, кто я такой, простой человек, но теперь с вами Дух Святой. Бог может кому-либо дать обидеть или отлучить от любви Иисуса Христа того, с кем Дух Святой. Когда мы исполняем то, что нам говорит Иисус Христос, и с нами всегда Дух Святой, сам Бог всегда за нас. Божья защита, настолько она сильна для Тебя. Божья защита, настолько она сильна для Духа Святого, который с тобой и в Тебе. Приди к Богу в молитве покаяния. Если ты, мой слушатель, еще не пришел искренне к Богу в молитве покаяния через Иисуса Христа, то давай вместе сейчас помолимся и позови Бога в свою жизнь. Отец Небесный, Я верю, что Иисус Христос уже понес наказание за каждый мой грех, который я совершил. Я прошу Тебя, прости все мои грехи и очисти меня, душу мою от всякой неправды. Я признаю Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Иисус, войди в мое сердце и измени мою жизнь. Отец Небесный, наполни меня Духом Своим, Духом Святым. Открой мне истину и научи меня правде. Помоги мне до конца моих земных дней верить Тебе и идти за Тобой. Я отрекаюсь от дьявола и всего того, что могло бы меня с ним связывать. Теперь Иисус Христос мой Господь и кровь Иисуса Христа омывает и очищает меня от всякого греха. Слава Тебе, Господь. Аминь. Друг мой, теперь ты с Богом. Бог называет Тебя дочерью, сыном Своим, а Ты можешь Его назвать Своим Отцом. Теперь Ты не один. С Тобой всегда рядом Бог Отец, Дух Святой. Поздравляю Тебя. Теперь Ты под Божьей защитой, и никто и ничто не сможет отлучить Тебя от любви Божьей. А сейчас я заканчиваю. Если вам понравилась запись, или вы получили слово Откровение от Духа Святого, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь, передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.